Чё-то я выгляжу как челкастый. Немного прожаркиваю в душу. И снова всем привет! С вами Скремуха! И это уже третий выпуск моего блога. Сегодня я вам расскажу очень много интересного, так как я не снимала видео уже около двух недель. У меня накопилось много всего, чтобы вам рассказать. Ну, во-первых, я закончила последний экзамен. Это уже сейчас дата 17 июня сегодня, наверное. Я сдала последний экзамен. Ну, скажу честно, что математику русскую я написала на 5, а биологию на 4. Лошара! Вот самый везучий человек, который пишет физику с возле рождения. Кстати, да, 15 июня у меня был день рождения. Сначала я писала с утра экзамен, а потом я побежала домой. Быстро-быстро бегом! Сначала так. Сначала магазин, потом быстро. Летела с пиццу, потом... Блин, как бы не опоздать! Блин! А, как бы не опоздать! Нет! Я не опоздаю! Три пересадки! Просто три пересадки на трамвае, хотя я могла бы просто на одном трамвае доехать. Нет, я же не люблю ждать! Да, это же я! Ну, в общем, погуляли очень весело. Была сходка из трех эмарей в Ульянске. Наконец-то новая сходка эмарская. Один чувак на дрэш побежал. Мы сидели, пили сачок, ели пиццу, встретили анимешников, поиграли с ним в бутылочку, наржались и разъехались по домам. Но это самый офигенный день рождения был. Мне исполнилось 16 лет. Да, в общем, прелесть. За свой день рождения завела около шести новых друзей. Познакомилась с анимешниками, двумя эмареями в городе. Надеюсь, мы еще будем собираться несколько раз, может быть, в июле соберемся, если я не найду работу. Также вам, наверное, уже известно, если вы были в группе ВКонтакте, то, что я рисую арты в фотошопе. Карл. Мышкой. Мышкой в фотошопе. В онлайн-фотошопе, в интернете. Мышкой Карл. В общем, мне подруга сказала, слушай, а может быть, ты в МАКОМИКС поучаствуешь? Я такая, ну, а что там надо делать? Она говорит, ну, арты всякие рисовать. Я подумала. Ну, я книги пишу, арты рисую. А почему бы не попробовать? Ну, значит, я нарисовала комикс, и меня приняли в МАДМИНЫ. Но идей-то у меня нету. Хотя нет, идей полно. Кстати, насчет той футболки, которую я купила в Ашане. Я уже нарисовала на ней принт, уже корректором. А, я нарисовала контуром уже основу. Сейчас я вам покажу. Коротко, да. Тут у меня лист А4, но, в общем, вот, примерно так. Так, я сниму специальное видео, где я раскрашу. Я буду подробную инструкцию вам рассказывать, чтобы вы не боялись раскрашивать, чтобы у вас все получилось. И буду ждать лайков. И да, кстати, я хотела вам рассказать одну жесткую вещь. У меня в квартире появился полтергейст. Нет, точнее, он был давно, но он сейчас начал жестко буянить. Я, наверное, специальное видео сниму, где я буду изгонять этого полтергейста. Но расскажу предысторию. Значит, пришла я один раз домой. Решила сделать себе обед. Но было скучно. Я сидела, резала овощи, а планшет у меня находился прямо вот на этой вот кровати. Да. Надеюсь, вам за стул видно, да? Вот. И он лежал посередине, заметьте. В итоге что? Режу я, значит, овощи. И тут этот планшет сваливается прямо на пол. Я прихожу. Он на полу. Ну, блин, ребят, ну, с середины на пол упасть. Это как вообще? Как он мог переместиться? Вот я не знаю. Мне кажется, что сейчас кто-то за спиной стоит. У меня что-то как-то их кнуло сердцем. Ладно. Не знаю, я всякую вот эту фигню не верю. Но мне, знаете, стало страшно. Потому что постоянно казалось, что кто-то за спиной стоит. Еще пока я клала тарелку овощей, у меня случайно вот этот кусок челки свалился на глаза. Я завизжала и кинула в окно чертов нож. Там осталась маленькая царапина. Хорошо, что никто не увидел. Да, если бы мама увидела, мне бы наставляли алюлей. Ну, в общем, я могу показать вам одну очень хорошую вещь, которую мне подарили. Это мой скейтборд. Так выглядит весь. А здесь, оп, пайки. Буду на нем кататься учиться. Но мне запретили кататься до выпускного. Чтобы я не разбила коленки. И угадайте, кто на кухне, на скейтборде, снес клетку хомяка. Должна быть какая-нибудь ставочка с, типа, жизнью головореза. Должна быть какая-нибудь. Так же мы зашли потом еще в магазин. Я купила себе шампунь. Такой веганский. Ну, считаю, что веганский, но он просто не тестируется на животных. Так, фирма Кэпи Кьюр. Кэпи Кьюр. Мои English is not very well. Да, вот. Написано, но теста тонн. Энниблз. Вот он значок. Также мы купили урбич. Я купила с семян льна без сахара. Я его уже добавила в свое банановое мороженое. Получилось очень вкусно. Такого вот придает привкус горького шоколада. Его можно также добавлять в каше. Это очень вкусно. Я даже могу снять специальное видео, если вы хотите. Пишите мне в комментариях, хотите ли вы увидеть рецепт на моего шоколадного бананового мороженого. Я обязательно его сниму. А также, когда мы зашли в магазин, когда покупали этот скейтборд. Ну, еще у нас не хватало сдачи. Мы решили взять два батончика. Вот таких вот. Мюсли он называется. Такой вот спортивный энергетический батончик. Тут с яблоком и злаками. Еще я взяла с манго. Но там очень много было. Даже с земляникой. Но вроде здесь ничего такого и ничего не веганского нет. Так что их можно спокойно есть. Знаете, вот такой вот продвинутый веган. Такой скучный. Думает, что в своем городе... Ну, и что в своем городе не может найти нормального своего молока. У него только там 4 вида находятся. И тут он заходит в один очень эксклюзивный магазин. И видит огромную полку. Соевым, овсяным, рисовым, кокосовым молоком. Он просто офигевает. Просто офигевает, что у него в городе это есть. Пора найти работу. Также у меня накопилось очень много лайфхаков. Я сейчас даже использовала последний. И хочу, наверное, снять тоже видео новое. Если вы хотите его увидеть, тоже пишите в комментариях. Я обязательно его сниму. С 1 января 16-го года я решила перестать мультикаться. В итоге буквально 14 июня меня прорвало. И знаете что? Мне стало стыдно ругаться матом. Но я ругаюсь. Потому что в этой стране невозможно не ругаться матом. Что ты меня запикиваешь тут? Я еще не ругалась. Эээ, счастье ты мое. Ты вылезла наконец-то. Это вроде бы все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем чайос из Крима. Пока. Всем привет. Ты с нами сва... Тьфу. Продолжение следует...